грибники я вас приветствую нахожусь лесах подмосковья юго-западное направление месяц октябрь если не ошибаюсь сегодня 18 или 19 октября и хорошая новость у меня сегодня первая грибная находка это фламмулина бархатиста ножковая или по-другому вид называется зимний опионок смотрите поваленная осина и гриб массово пошел у на наших краях юго-запад подмосковья по крайней мере так о и какой молоденький хорошенький первый грибочек я скушаю целях не принуждаю этого делать но гриб имеет много массовых полезных свойств это первое наверное профилактика противораковых болезней верить этому или нет пусть каждый сам решает в интернете можете почитать ну и плюс это назовем так народный антибиотик смотрите сколько много много маленьких пупырышек все зимний опенок пошел есть дождался этого момента сейчас мы возьмем само собой хорошие плодовые тела и прогуляюсь еще сторону где я всегда собираю эти грибы их любимую дереву и обычно прям букеты букеты этих зимних опятой смотрите что там творится что там творится сколько будет много вот это да друзья это хорошая новость я доволен наконец-то сейчас другие грибов то у нас нет никаких только вот пошел зимний опионок посмотрите какой он красивый бархатистая ножка но сейчас еще ножка не потемнела она светленькая такая атаку смотрите она проходистая светлые пластинки медовые такие шляпки наверное жемчуг какой-то красота какая красота все начиная потихонечку собирать и очень и очень много этого гриба я доволен я счастлив если вы хотите на этот найти гриб то ориентируясь на осиновый лес так не будем тянуть видео давайте наверно потихонечку собирать этот гриб ой-ой-ой молоденькие такие хорошо конечно ножнички бы взять и бы сейчас бы их раз-раз но у меня сегодня думаю разведочка такая больше получилось наверное вот они смотрите сколько их много в этом лесу очень много присутствует осины в основном осина ель и березы и вот еще одна у меня находочка поваленное дерево и опятки пожирают его замечательно так берем буквально прошел наверно сейчас метр пятьдесят еще одна находочка так идем дальше я чем удобно находить зимние опята то что они янтарного желтого цвета смотрите как они сразу бросаются в глаза только-только пошли я думаю что надо завтра послезавтра опять бежать и собирать эти грибочки вот смотрите какой замечательный пучок да вот это самый самый сок самый сок грибов много у меня наверно не буду сегодня собирать а чисто так вот пожариться охотки может быть три супчик сготовить это мы сегодня сделаем ладно путешествуем дальше хочется я еще от вижу несколько пучков но у меня все впереди что все впереди самое интересное самое такое вкусное у меня все будет впереди у меня много будет еще деревьев моих деревьев которые я знаю что они всегда водоносят зимними опятами так выходим сейчас на лесную дорогу и будем двигаться в глубь леса примерно даже на полтора километра где-то уйдем плюс будем в основном двигаться по лесной дороге и смотреть по сторонам зимние опята зимние опята еще раз говорю других по сути дела грибов уже сейчас у нас нет москве можно конечно найти ледовку фиолетовую вот но она уже будет вся мороженое такая прибитая морозами а этот гриб он не боится морозов он наоборот благодаря вот этим перепадам температуры морозов которые ночью у вас происходит в заморозке он оборот начинает подоносить вот так что мы и я и зимой даже если не ошибаюсь чуть не декабре в конце декабря даже ходил их пацать из-под снега доставал зимние опята ладно путешествуем по лесу ну и плюс любуемся природы природа шикарно осенняя октябрьская цветами она конечно балует такими интересными желток красными но деревьях смотрите листья уже очень очень много пола очень много пола да я я хороший охотники видно видео там мужичка на тропинке лесной мы разошлись разной стороны какая собака побежала и как бы цыгавкать начала показала что кто-то здесь есть ух так еще не ожидал так выскочила прям так да еще сезон охотников тут надо поаккуратнее бы все за кабанчика не приняли не подстрелили но все песик ко мне привык ух ты ты чё испугался ты чё меня не видел он охотник ты не устал меня преследовать а иди гуляй а вот он вдалеке охотник пошел так а пошел в ту сторону куда я хотел идти ну ничего мы сейчас вернем пойдем другую сторону осенние опята да сколько было много и никто не собрал смотрите все все усеянную сюда пришел прям сразу корзину собрал ну так вот двигаюсь и по этой лесной дороге конечно не туда иду куда хотел но я наверно туда все таки сразу сейчас он уйдет этот охотник видно я ему мешаю и он не мешает вот еще находочка смотрите какая вот они только пошли ой 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 сколько их будет много я думаю что в день к два надо еще подождать и прийти вот эти я возьму а эти наверно ставлю ну куда их совсем шпингалетики смотрите какая красота какая красота друзья это просто золотые монетки золотые монетки охотнику точнее охотника мне подошел к собаке отогнать спросил что я за грибы тут собираете по грибов сейчас не должно быть никаких верю есть такие зимние опята он даже про такие грибы не слышал говорит а я думал наверно какие-то волшебные собираешь которых смеются но не показал ему посмотрел удивился что еще можно грибы собирать здесь на лесной дороге там такая зона отдыха охотники скорее всего сделали и вот нам смотрите осинка и вот они зимние опята золотые мои ой 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 друзья просто как душа радуется находкам а как она радуется так они такие замечательные золотые а просто золото сверкает еще дождиком от прошел они просто переливаются вот эти я возьму небольшую щепоточку наверно сегодня супчик все-таки изготовлю с охотки а вот они сейчас подрастут день к 23 и я уже может быть на жареха собираю но самое главное что грибы пошли зимние опята вот они какие не мняшки мняшки растите растите до любимого дерева все-таки хочется мне дойти и следить как вот они приходить через каждые два дня смотреть как они растут даже вот сорвать их не буду она обычно прям все усеяно такими хорошими букетами зимних опят а сейчас я вот веду по этой лесной дороге потом развернусь и пойду в ту сторону куда хотел я думаю может этот охотник уже ушел думаю что пошел на даче я видно ему помешал на охотиться но нечего животных убивать близких наших любимых гуляем гуляем начнется сейчас грибника уже не встретишь а вот охотника до глибник редкость теперь свернулась лесной дороге здесь она вот идет метров пятьдесят отошел смотрите поваленное дерево и вот они зимние опята мои хорошие хорошие мои красивые грибочки какие же вы красивые пучки такие золотые монетки жемчуг прям жемчуг мох и вот смотрите они как растут красиво но я думаю идеально вот прям идеально в денька два еще подождать и прийти и прям уже можно полноценно хорошо собирать а так по сути дела и сейчас можно уже хорошие плодовые тела найти вот сейчас мальчики с охотки друзья вот всегда с охотки первый гриб очень он она самый вкусный считается потом вот уже когда его второй раз ешь ну типа уже не то а вот с охотки получается но целый год наверное уже прошел да в том году я тоже наверно в это время только первые грибы зимние опята нашел целый год этот грибочек уже не кушал вот здесь уже просто полноценный хороший гриб вот они какие бархатистая ножичка но само собой здесь уже мы ножку не берем может она твердая ну назовем не вкусная за черствую да а берем только шляпки вот такие вот здесь вот когда они раскрылись эти грибочки вот такие молодые конечно можно грубо говоря сантиметра два там сантиметр взять и ножку когда они молоденьких ладно беру плодовые тела самые хорошие я прям казино кидаю все равно думал приду перебирать но мне хочется знаете что найти именно дерево и упавшие как это а чтобы она стояла и было усеяно зимними опятами ну хотя бы какой пучок хороший красивый мне кажется это намного красивее когда на поваленном дереве находишь ничего сегодня не найду на дня схожу обязательно найду сегодня у меня получился ты такая разведка наверно больше я вообще ну я знаю что неделю назад грибов ходил я только один маленький пучок зимних опят нашел и больше нигде не было а вот прошла неделя и смотрите уже они появились массово массово появились один через два три я думаю будет вообще расцвет зимних опят путешествуем в пищем гуляем наслаждаюсь дышим и отдыхаем уже лет пять висит этот ботинок друзья никто не терял какую прочную шнурки уже погода ничего висит его стреляли охотники дырка а и повесили скорее всего чтобы пострелять в него стопудов так и было так но я бегу бегу своему любимому дереву посмотрим как там дела обстоят с грибами пришел к своему дереву находится примерно глубине леса полтора километра ну возле лесной дороги вообще его первый раз нашел эти грибы здесь гулял по лесной дороге и увидел золотые монеты это было наверное пять или семь лет назад наверно лет даже 7 но начало есть друзья начал и давайте смотреть вот они первые первые зимние опята вот они только появляются и здесь будет очень и очень много все дерево усеяно еще начало есть дальше посмотрим я думаю сюда надо будет прийти где-то через недельку какие здесь красивые друзья букеты зимних опят смотрите я не буду нарушать микроклимат который там внутри находится но там их будет просто немерено просто немерено сейчас вот прям спичная головка очень и очень много этих грибочков вы смотрите сколько их будет здесь по трещине идти и когда вот примерно ну не знаю а вот смотрите видите висят это еще прошлогодние вот они прошлогодние и прям вот приходишь и здесь такой раз букет большой здесь только букет большой красота я даже их никогда не собираю просто их прихожу любуюсь потому что пока я дайду до этого дерева ну полтора километра я на других местах спираю вот они висят старенькие и молодые пупырышки начинают идти много много их дерево такое назовем жирное большое вот они его поедают паразиты грибы я их сейчас приду ну примерно я думаю вот эти грибочки часа через два-три они уже будут супчики плавать я и буду кушать не вот этого достаточно друзья чтобы хороший наваристый супчик приготовить вам на все полюбовались давайте теперь наблюдать буду приходить сюда и смотреть как эти грибы растут запоминайте какими они были и давайте теперь посмотрим ну давайте денька через три примерно посмотрим я думаю денька через три уже что-то будет интересно они уже полностью все вылезут ну они будут небольшие на моих увидим сколько их будет много ну и само собой будем по пути идти собирать другие грибы так еще плюс вот это дерево тоже она обычно тоже плодоносит но сейчас вроде бы не вижу но они будут здесь будут чем и хорошо нашел зимние опята так него это наверно сторону до пришел зимние опята дерево и можно каждый год сюда приходить и собирать единственное единственное надо не опоздать что вот их прийти и такие вот вот такие вот ложить корзиночек чтобы не были сочные мягкие перероски сейчас они такие вот цвета смотрите наверное даже такие желто-желто-белые такие да прекрасно а потом уже они такие станут более янтарный про более медовые такие про знаете цвет такой желтый уже становится ну и в гриб вкусный мне он нравится ну если из опята взять летние опята зимние опята и осенние опята я конечно все таки на первое место поставлю осенние опята они мне больше по вкусу нравится а вот и зимние опята и летние опята наверно вот одинаково на одно место поставлю вот но если выбрать что-то из лучшего я конечно осенние опята выберу вам друзья в сторону дома потихонечку иду буду идти дышать глубоко дышать свежим воздухом наслаждаться природой сейчас такая температура примерно плюс 4 градуса иногда моросить такой мелкий дождик такой нудный но иногда так все замечательно будет хорошая погода обязательно прогуляемся если кому не жалко поддержите пальчиком вверх мне будет очень приятно оставляйте комментарии все комментарии читаю и стараюсь ответить и подписывайтесь на канал некоторые как я говорю слово стесняются подписаться мы не знаю мне кажется что-то ему интересно все равно показан друзья по крайней мере вы некоторые вот игре даже не знаю это правда реально что если эти грибы зимние опять они удивляются этим что ты показал сегодня охотника он первый раз про это слышал ну что у нас до встречи на кухне наверное что я могу сказать и итак супчик готов суп из зимних опят фламулины бархатиста ножкой так в этом году я первый раз его кушать буду жижечку сначала бульончик ну а теперь а замечательно но теперь можно и сам грибочек друзья первое что могу сказать это очень вкусно второе хочу что могу сказать что это очень вкусно так что у меня здесь картошка рис гриб основной инди-гриент самый главный зелень петрушка не могу укропу здесь и лучок все по сути дела и супчик у меня готов 20 примерно минут с копеечкой и он готовился очень быстро готовится зимний пионок кайф погода такая можно сказать не грибная а я с ген супчик из грибов замечательно и очень вкусно но и полезно еще говорят очень гриб полезный почитайте в интернете полезные свойства этого гриба просто золотой гриб просто золотой но аппетитно да все красивенько так выглядит просто сытно так что я доволен ладно друзья до встречи в лесу через денька три мы сходим в лес моему любимому дереву и посмотрим как там дела с опятами да и вообще их пособираем до встречи в лесу пока а кто кушает приятного аппетита мне кажется сюда не хватает немного сливочного масла давайте добавим попробуем сейчас она расставит мне кажется будет намного вкуснее так и давайте попробуем и ну да как вариант друзья попробуйте сливочное масло еще добавить мне кажется совсем по-другому становится лепота друзья лепота